Будет принят в стране закон о лоббизме или нет? Полемика по этому вопросу среди юристов и чиновников идет острая. В России попытки провести его предпринимались уже не раз. Однако законопроект проваливался, наталкиваясь на четкое представление о лоббизме как о синониме коррупции. Что касается лоббизма, в моем представлении это некая трансформация коррупции, цивилизованная и в принципе лежащая в рамках закона. То, что он есть и никого не вызывает, то, что он существует непрозрачно, это никого не устраивает. То, что этому явлению нужно дать прилетное место, на мазах это правильно. То, что нужно прописать четкую процедуру для алгоритмов, как это может быть, в каких формах это может существовать, это совершенно не легко. Лоббизм это представление интересов общества в органы государства власти. К коррупции это не имеет отношения. Если ты влияешь на власть с помощью денег, если ты даешь взятки, ты уже никакой не лоббист, ты уже являешься коррупционером. Это как раз очень важно, что мы должны лоббизм от количества коррупции, потому что лоббизм к коррупции не имеет никакого отношения. Лоббисты получают определенные права. Что это за право? Это право входить в органы власти, право обращаться, право доносить свою информацию. Но они получают и обязанности, которые компенсируют эти права, которые равновешивают их. Какие это обязанности? Это, прежде всего, открытость. Открытость финансовых источников, открытость заказчиков, открытость целей и задач, которые перед ними ставятся и которые они достигают в своей деятельности. Закон о лоббизме уже давно существует в США, Австралии, странах ЕС и многих других. В России пока делаются только первые попытки цивилизованного коммерческого продвижения интересов определенных структур в органах государственной власти. Для сравнения, если же годный официальный оборот лоббистов США превышает 3 миллиарда долларов, то в России общий бюджет этой отрасли еле дотягивает до 100 миллионов. Поскольку собственного опыта лоббизма у нас нет, приходится опираться на зарубежный. И здесь существуют две модели – американская и европейская. Что касается перспектив закона в Российской Федерации, было высказано несколько точек зрения по данному вопросу. Есть американский опыт по законодательному регулированию, есть европейский по добровольному декларированию своих деятельностей. Я думаю, что на сегодняшний момент в России более перспективно второй путь – последовательно подойти, сформулировать кодекс поведения этих посредников, работающих с информацией в Государственной Думе или в Совете Федерации. Эксперты и участники круглого стола на международном юридическом форуме соглашаются в одном – будущее у лоббизма в России есть, но оно напрямую зависит от уровня развития политической системы и гражданского общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова